Огромный вклад в развитие промышленности Урала вносит Уральский электрохимический комбинат и его дочерние компании. Здесь есть свои успехи и достижения. Развитием неядерного бизнеса занимается и заместитель директора ОХК Олег Елистратов. Сегодня он у нас в рубрике «Люди дела». Слово Ани Акрамовой. Как и у многих в Новуральске, судьба нашего героя связана с Уральским электрохимическим комбинатом. Здесь трудились родители Олега Елистратова. Отец в цехе 33, мама на Урал-приборе. Да его собственная жизнь напрямую связана с УХК. А в детстве Олег Елистратов мечтал стать юристом. Но свое взяла все-таки наука. Интерес вызвали информационные технологии. А спустя время Олег Владимирович поступил на кафедру молекулярной физики в УПИ. А далее судьба определила в Центральную заводскую лабораторию. Мы находимся в Музее Уральского электрохимического комбината. Сейчас подходим к стенду Центральной заводской лаборатории, где вы, собственно, начинали свою трудовую деятельность. Расскажите об этом подробнее. Действительно, после окончания физико-технического факультета в 1995 году я попал в одно из лучших подразделений комбината – это Центральная заводская лаборатория. Еще за год до этого я попал на дипломирование, защитил диплом. Диплом защищал в кабинете главного инженера, которым тогда был Кнутарев Анатолий Петрович. С отличием закончил физтех и попал, считаю, в одну из лучших лабораторий, в один из лучших коллективов. Хотя потом понял, что на комбинате почти все такие коллективы. Потом работал начальником технического отдела, позже заместителем технического директора по качеству и развитию. В 2013 году Олег Владимирович получил еще одну не менее ответственную должность. Стал заместителем генерального директора УХК по развитию неядерного бизнеса. Сегодня Олега Елистратова заботит о топ-кадров из города. Он проводит много встреч с молодежью. Молодежь не видит развивающихся новых производств, где они могут себя реализовать, где они могут достичь каких-то результатов. И поэтому наша задача сегодня, первое, создавать такие производства, что мы, в принципе, делаем, показывать их с помощью вас, с помощью каких-то других средств массовой информации и менять вот это отношение молодых жителей к будущему города. У нас есть несколько площадок, где уже готова инфраструктура для просто того, чтобы предприятия пришли и организовали там производство. И нужны минимальные затраты капитальные, чтобы это сделать. И эти площадки мы все заявили в территории опережающего развития. Мы уверены, что в ближайшем будущем Дмитрий Анатольевич Медведев его подпишет. И тем самым те недостатки для бизнеса, которые, к сожалению, создает наш забор, наша зато, они всем известны, они будут скомпенсированы теми преференциями, которые получит бизнес, когда станет резидентом территории опережающего развития. Один из ярких примеров, такой большой и значимый для Новоуральска, это, конечно, компания «Пинотерм». Мы мало того, что 12 тысяч квадратных метров ненужных нам площадей хорошо устроили и перестали платить за их поддержание в каком-то состоянии, стали получать прибыль, мы еще создали 100 рабочих мест, где сейчас работает в основном молодежь. Предприятие высокотехнологичное, автоматизированные линии. Будущее есть. Но таких производств, на котором работает 100 человек, нужно на Новоуральскую, ну, несколько десятков. Тогда ситуация выровняется. Первое – это меры господдержки. Второе – это даже без этих мер господдержки в ручном режиме затягивание предприятий. Есть еще третье направление, в котором тоже у нас что-то получается, что-то нет. Это развитие тех обществ, которые вышли из состава комбината. Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Олег Елистратов, несмотря на свою серьезную и ответственную работу, всегда находил время для творчества. Давайте отойдем немного от производственной тематики. Мы знаем, что вы очень человек творческий. Играете на гитаре, читаете стихи. Расскажите, откуда такое хобби у вас появилось? Когда-то у нас в городе на Северной 6 был такой военно-спортивный клуб «Контакт». Мне довелось, еще будучи школьником, в него попасть. И чем он был замечательным, что там можно было заниматься и каратэ, и фотографией, и бардовской песней, ездить на всякие сплавы, турпоходы. И всем мы этим занимались. И, видимо, вот оттуда, вот эта склонность к творчеству, были, конечно, творческие вечера ЦЗЛ. Хорст Александр Георгиевич, Пухарев Владимир Иванович. То есть вот эти люди, с которыми 15 вечеров в декабрь, в последние месяцы года проводил именно в театрах, на репетициях, а утром на работу. Олег Елистратов – человек разносторонний. Его можно встретить не только на Уральском электрохимическом комбинате, различных производственных площадках, на важных переговорах, но и на общественных мероприятиях, в учреждениях спорта. Он ведет здоровый образ жизни, а еще одно увлечение – это садоводство. В 1957 году этот сад там организовали. Я там вырос, и просто вот мне нравится там ухаживать за яблонями. И у меня несколько есть яблонь, которые я привил, и они уже там выше моего роста. Причем просто прочитал в книжках, как это делать. Ну вот такая, мы любим ходить в бассейн, кататься на велосипедах. То есть, на мой взгляд, жизнь в Новоуральске семейного человека, она очень благоприятна. Держать планку, расти профессионально, быть грамотным специалистом, эрудированным человеком, разносторонне развитым, приносить пользу обществу, быть востребованным и нужным. У каждого есть свои достижения, своя высота. И во многом добиваться успехов помогает сильная жизненная позиция. Олег Елистратов, человек – дело. Не могу не спросить про ваши какие-то основные жизненные тезисы, кредо. Мы счастливы только тогда, когда мы о ком-то заботимся и получаем ответную реакцию. Мы заботимся о своей семье, о своем коллективе на работе, заводе, о своем городе. И если человек находится в таком состоянии служения, я вот точно знаю, он только тогда может быть счастлив. Главное – служить людям, служить обществу и получать от этого удовольствие, ничего не ожидая взамен. Анна Акрамова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания.